Как-то фальшиво играет. Все очень расстроены вашим отъездом. Даже музыкальные инструменты. Внимание, провожающих первое лицо с первого пути. Поезд Кремль-самоизоляция отправится точно по расписанию. С опозданием на три часа. Тут папочки на все случаи жизни. А эта папочка со списком, что в какой папочке искать. А у меня еще такой телевизор был с губернаторами. Монитор? Ай-момент. Туточки, уже несем. Монитор что, включен? Нет, они наклеены, чтобы всегда на месте были. А может, вакцину вколите и останетесь? Я вот вколол. И ничего, и ничего, и ничего, и ничего. Чего-ничего? Никаких побочных эффектов. А с обонянием как? Нюх не потерял. А вот со зрением проблема. Рост заболевших вижу. А вторую волну нет. Волна фигня. Главное бордюры. Витя, если что, бей тревогу. Лучше бей тех, кто тревогу вызывает. Ситуация, как всегда, под контролем. Рука на пульсе, нога на шее. А если кто захочет встретиться с вами лично, пусть отсидит 15 суток в карантине. Как за мелкое хулиганство. Глупости не говори. Две недели нужны, чтобы со мной синхронизироваться. Я ж по старому времени живу. И побольше самостоятельности, чтобы все сами. Сами собрались, сами взяли трубку, сами позвонили, спросили, что и как. По любому вопросу. Теперь до него никакие Меркели с Макронами не докопаются. Даже с отбойными молотками. А второго февраля, когда шеф из норы выглянет, посмотрим. Если тень будет длинной, то... Какого второго февраля? Раньше весны? Не ждите. Без комментариев. Подписывайтесь, ставьте лайки. Слушаюсь, господин президент. Будет исполнено, господин президент. Звоните в колокольчик. Как я сам не додумался, господин президент. Ай-яй-яй. Подписывайтесь, господин президент. Продолжение следует...